МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели с Сусаной Халиловой. И сейчас о главных событиях этого выпуска. Рекордное количество людей из Дагестана в Саудовскую Аравию вылетела первая группа паломников. 17 лет строгого режима. На этой неделе Верховный суд Республики вынес приговор по делу об убийстве братьев Турбогандовы. Почему ведущая мировая лига не стала продлевать контракт с одним из топовых российских легковесов Рашидом Магомедовым? Смотрите в нашем выпуске. В понедельник первый рейс с паломниками из Дагестана уже вылетел в Саудовскую Аравию. До наступления времени хаджа верующие будут находиться в Медине. В священном городе паломники посетят святые места и будут совершать обязательную молитву в мечети пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Среди паломников есть и съемочная группа нашего телеканала. Хадж – одна из заветных целей любого мусульманина. Первый рейс с дагестанцами в этом году уже направился в священные земли Мекки и Медины. Всего количество первых паломников составило 250 человек. Конечным пунктом назначения для них будет город Медина, где по прилете они расположатся в гостинице. Сейчас они, значит, приедут в город Акаба. После этого они на автобусах доедут за 18-20 часов до Медины. И дальше их принимают уже наши ребята, которые находятся в Медине. Они их сопровождают до гостиницы. Они могут отдохнуть. После этого совершить зиарат пророка Мухаммада, и дальше уже заниматься своим богослужением. Принять участие в столь важной поездке – неописуемое счастье для каждого. Многие из паломников едут в Хадж впервые. Переполненные радостными эмоциями, предвкушая воочию увидеть святые земли, они с трудом находят слова, чтобы поделиться своими впечатлениями. Если честно сказать, не верится, что езжу в Хадж. Десять лет, как мечтаю, езжу в Хадж. Очень большая милость от Всевышнего попалась. Впечатления такие, что у него до сих пор не верится. В Хадже немаловажна и работа СМИ, которые на протяжении всего сезона паломничества будут держать нас в курсе событий. Как и каждый год, наш телеканал направил святые земли в съемочную группу с особой миссией – осветить весь Хадж 2017 года. Мы совмещаем полезное с приятным, если можно так сказать. То есть мы выполняем весь свой дом мусульманский, ритуальный. И в то же время будем производить съемки. Медини, Мекки. Я надеюсь, следите за обновлениями Инстаграма, ННТ. Нам нужно дать такие короткие Инстаграм-трансляции, мы это сделаем. Потом мы… у нас есть определенные обязательства перед компанией «Марвату». Это съемки нескольких файлов об организации, о сервисе, о том, как проходит сам обряды хаджа. Остается только пожелать счастливого пути всем паломникам. А нам лишь придется надеяться, что в следующем году нам посчастливится оказаться из числа верующих, совершивших хадж. Абдулла Алинар Магомед, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Родительское собрание республиканского масштаба прошло в Избирбаши. Около 200 родителей дагестанских школьников смогли задать главе республики Дагестан Рамазану Абдулатипову свои вопросы. Мероприятие прошло на базе оздоровительного центра «Солнечный берег». Во обсуждении ключевых тем образований приняли участие вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова и другие члены правительства. Что интересует родителей дагестанских школьников, узнавала Ларьяна Шамхалаева. Мы подготовили 11 программ по качеству образования. Они должны реализовываться во всех школах республики. Дагестан в ближайшие годы должен начать выпуск высококвалифицированных специалистов. Для этого, по словам Рамазана Гаджимуратовича, создаются все условия. Строятся новые детские сады, реконструируются школы, совершенствуются предметные классы. А за последние годы удалось полностью искоренить взятки при поступлении в дагестанские вузы, подчеркнул глава республики. Мы за четыре года построили около ста детских образовательных учреждений. Больше, чем за 25 лет до этого. Мы создали 34 тысячи мест в детских садиках. У нас охват был 52 процента. Сейчас у нас 84 процента. Мы построили около 30 образовательных учреждений на 14-15 тысяч учеников. В легком формате непринужденной беседы Рамазан Абдулатипов поделился со слушателями, что считает борьбу с ленью и тунеядством основой воспитания. А дагестанским школьникам при выборе профессии посоветовал обратить внимание на рабочие специальности. Детей надо приучать к труду. Нет никакого другого вида воспитания, кроме трудового, который закладывал бы человеческой личности в уроки и качества. На повестку дня был вынесен и немаловажный вопрос дополнительных выплат семьям, взявшим под опеку детей-сирот и тема гарантийной поддержки родителей, воспитывающих приемных детей. Что делать опеку нам, которые взяли детей до 10 июня 2014 года и которые получают 4770 рублей и они прописаны на жилплошади. Из этой суммы должны оплатиться коммунальные услуги, хотя в других регионах есть освобождение от такой выплат или дополнительная поддержка. В ходе мероприятия члены родительских комитетов обратились с просьбой реконструировать районные школы, отремонтировать ученические классы, закупить технику в кабинеты информатики и оснастить лаборатории кабинетов физики и химии необходимым оборудованием. Педагоги сельских образовательных учреждений настоятельно рекомендовали обратить внимание министров и на спортивные площадки для молодежи. Хотелось бы, чтобы в школах организовали специализированные группы занятия по физкультуре для детей с ограниченными возможностями. Обсуждалось на мероприятии нехватка специалистов, в частности педагогов-психологов, а члены благотворительных культурно-просветительских организаций вынесли предложение обустроить селекторные кабинеты для онлайн-уроков в колониях несовершеннолетних. Можно ли организовать там дистанционное обучение? Не заочное, а именно дистанционное. Для этого нужен класс компьютерный, чтобы эти дети могли хотя бы среднюю школу там закончить. Там сидят с 13 до 17 лет наши дети. Отметим, что участники поблагодарили главу за возможность встречи с официальными лицами республики и выразили надежду на то, что общедагестанские собрания станут хорошей традицией. Мне очень нравится то, что сегодня такое родительское собрание. Я бы хотела, чтобы это было чаще. Во-первых. Во-вторых, я бы очень хотела, чтобы родитель или председатель родительского комитета каждой школы мог легко и просто прийти к министру образования со своим предложением. Прийти к министру там. Ну, ко всем министрам. Потому что когда мы приходим в приемную, мы говорим, вот у меня есть предложение. Родительское собрание продлилось почти три часа. По мере поступления вопросов глава республики дал ряд конкретных поручений директорам образовательных учреждений и министрам Дагестана. Ларьяна Шимхалаева, Нурмухамад Мухаммадов, телеканал ННТ и Сбербаш. 17 лет тюрьмы за соучастие в двойном убийстве. Верховный суд Дагестана вынес приговор по делу об убийстве сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида Нурбагандова. Нурбагандовы были убиты в июле прошлого года в лесу неподалеку от Сергакалы. У младшего лейтенанта полиции потребовали на камеру призвать своих коллег отказаться от работы в правоохранительных органах. Однако Дагестан отказался делать это и сказал – работайте, братья. 21-летнего Азиза Джамалудинова судили по семи статьям. Обвиняемому грозило 20 лет лишения свободы. По версии следствия он находился в составе так называемой «Избербашской бандгруппы». В зале присутствовал отец и братья героя России Магомеда Нурбагандова. Напомним, что недели ранее суд отложил рассмотрение дела ввиду неявки потерпевшей стороны. Нурбагандовы были убиты 10 июля 2016 года в лесу неподалеку от Сергакалы. Именно Магомеду принадлежит фраза «работайте, братья», с которой он обратился к своим коллегам, сотрудникам силовых служб за несколько секунд до смерти. Он мне точно говорил, приехал. Я очень-очень сожалею, что так случилось. Я перед ними, я даже был бы, он говорил бы, да, отец, я стрельнул, там было вот так. Он ничего не делал этому человеку, Нурбагандову. Рассмотрение судебного разбирательства длилось несколько часов. Обвиняемый Азиз Джамалудинов осужден на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако этот приговор не окончательный. Днем позже стало известно, что вынесенное накануне решение Верховного суда было обжаловано прокуратурой Республики Дагестан в связи с его мягкостью. Суд назначил Джамалудинову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также ограничением свободы на два года. Не согласившись с указанным приговором в связи с его чрезмерной мягкостью, прокуратура Республики обжаловала его в апелляционном порядке. Дело второго участника Артура Бекбалатова будет рассматривать Северокавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону. Остальные участники банк-группы были уничтожены в ходе спецоперации. Хадижа Курбанова, Нурмухамад Мухаммадов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Лучшие педагоги Дагестана командированы в Таджикистан. Министерство образования и науки Республики проводил учителей русского языка, математики, химии, физики, биологии, информатики за границу. Планируется, что они отработают в Душамбе и Дангаре один год с возможностью в дальнейшем продлить контракт. В свою очередь, таджикская сторона обеспечит наших сограждан жильем и бытовыми условиями, компенсирует затраты на авиаперелет и обеспечит оплату труда на среднем уровне по стране. Внедрить новейшие инновационные технологии обучения, донести достоверные сведения о современной России. Такая задача стоит перед дагестанскими преподавателями в Таджикистане. Свыше 70 педагогов различных школьных дисциплин только из нашей республики выразили желание отправиться с образовательной миссией за границу. По итогам отборочного тура независимой комиссии были утверждены лишь 6 кандидатур. Сегодня у нас такой исторический момент, можно сказать смело, не побоюсь этих громких слов. Мы сегодня направляем группу дагестанских учителей в республику Таджикистан для того, чтобы наши люди помогли нашим коллегам в Таджикистане в освоении образовательного пространства по предметам русский язык, биология, информатика и химия. Таджикская сторона обеспечит наших сограждан жильем и бытовыми условиями, компенсирует затраты на авиаперелеты, обеспечит оплату труда на среднем уровне по стране. Министерство образования Российской Федерации в свою очередь профинансирует менторам-мигрантам медицинскую страховку и транспортировку багажа. Но главное ежемесячно будет оказывать материальную поддержку бонусом к основной зарплате. Общие сложности они будут получать, ну это по предварительной такой информации, которую мы имеем, в пределах где-то 50-60 тысяч рублей в месяц. Это по русскими нашими деньгами. Я думаю, что это достаточно хороший стимул и с материальной стороны для наших учителей. Айман Рамазановна всю жизнь мечтала внести свой вклад в распространение русского языка и литературы в других странах. Преподаватель с 29-летним стажем средней школы номер 2 города Избирбаш едет в поселок городского типа Дангара на родину президента Таджикистана Эмумали Рахмона. По ее словам, она готова не только обучать школьников, но мотивировать своих зарубежных коллег к повышению профессиональной квалификации. Конечно, речь идет не только о материальных возможностях. Это на второй план. Если честно сказать, у каждого учителя есть своя путеводная звезда. И прежде всего это моя звезда, это личностный рост. В компании женщин-педагогов есть и один мужчина Тимур Габибулаев, математик Кизелюртовской гимназии, в длительную командировку отправится с женой Раисат. Она тоже учитель. Для молодых такая образовательная командировка в Душамбе еще и приятное приключение. И опыт, немного набраться международного. Ну а так хочется просто немного что-то новое в жизни. А то все одно и то же. Отъезд группы учителей из Махачкалы в Москву намечен на 21 августа. После недельных тренингов о культуре и традициях Таджикистана, которые пройдут в столице России, подготовленные коучи отправятся в пункты назначения. Ларья Анна Шемхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала. Известный дагестанский боец ММА Рашид Магомедов подписал контракт с новой бойцовской организацией ПФЛ. Напомним, что спортсмен в статусе свободного агента покинул UFC. Почему ведущая мировая лига не стала продлевать контракт с одним из топовых российских легковесов, попытался узнать Курбан Рагимов. Такой причины нету и причину не объяснили. Очевидно, что экс-чемпион М1 Рашид Магомедов стал жертвой внедрения элементов шоу в спорт. Талантливый, но чрезвычайно скромный боец оказался неинтересен UFC. UFC именно там есть матчмейкеры, они немножко нагло начали разговаривать. С последнего боя Рашида прошло около четырех месяцев. Все это время боец ждал предложений по новому контракту, при этом рассматривая варианты с другими промоушенами. Да, изначально был на шесть боев контракт, но по ходу этих боев, на четвертом-пятом бою, уже должны были поменять контракт. Немножко менеджер подвел в этом, и из-за этого я заменил менеджера. Сейчас у меня другой менеджер, аля была здесь. И с ним пока будем работать, посмотрим в дальнейшем, как будет. Вместе с новой командой менеджеров спортсмен взвесил все «за» и «против». Драться в распиаренном UFC за гроши по американским меркам или попытать счастье в гран-при за миллион долларов. 32-летний боец выбирает второй вариант, при том, что условия контракта позволяют ему драться и в других организациях. Он предложил хороший контракт, неплохой, я думаю. В денежном плане они намного выгоднее, допустим, чем в UFC. Даже в каждый бой, который ты там дерешься, она в два раза больше по контракту, допустим, чем в UFC. У Рашида Магомедова в послужном списке 20 успешных боев и лишь два поражения за всю карьеру. В UFC топовый легковес провел шесть боев, в пяти из них были одержаны победы. Последний поединок состоялся в апреле. Решением судей дагестанский боец оказался сильнее Бобби Грина. Сейчас Магомедов поддерживает физическую форму. В конце месяца он планирует совершить паломничество к мусульманским святыням. Его возвращение в октагон фанаты увидят лишь в начале 2018 года. Совсем недавно Виктория Ваулина завоевала бронзовую награду Чемпионата мира по женской борьбе в Финляндии. 19-летняя девушка с Пермского края, как ни странно, представляла Дагестан. Одна из сильнейших юниорок планеты. В прошлом году победитель Чемпионата мира теперь занимается в спортивных залах нашей республики. С чем связано желание девушки представлять на международных турнирах Дагестан, узнавала Хатиджа Курбанова. Так проходят спарринги Виктории Ваулиной, 19-летней призерки мира по вольной борьбе. Еще совсем недавно на всех соревнованиях она представляла Пермский край, свою родную область. Сегодня она является одним из ключевых звеньев дагестанской женской борьбы. Юниорка приехала сюда в начале 2017-го, когда в какой-то момент поняла, что перестала расти и стоит на одном месте. Здесь же ей комфортно, а главное, можно лучше развить свои борцовские навыки, признается спортсменка. Как родители на это отреагировали, на твое решение заниматься здесь? Конечно, мама очень испугалась. Сначала была против. Ей же здесь показывают, что здесь постоянно перестрелки, девушек перебудут, всякие такие ужасы по телевизору. И она, типа, нет, Вика, давай домой, езжай, типа, не надо туда. Ну, я ее переубедила. Я сказала, мама, успокойся, я тебе сюда привезу, я тебе здесь покажу, что здесь безопасно на самом деле. Здесь тихо, спокойно, ничего подобного нет, что показывать по телевизору. Женская борьба – молодой вид спорта, но, несмотря на это, в республике она набирает всю большую популярность. Если буквально в прошлом году количество желающих заниматься женской борьбой сводилось к единицам, то в этом году у нас уже есть сформированные группы, признается заслуженная тренер России Эмма Магомедова. Все тренировки Виктории, спарринги и схватки проходят под ее контролем. У нее уровень уже достаточно был высокий, она чемпионка Европы, кузерка мира. Сейчас, конечно, за эти 8 месяцев тоже есть прогресс. На мире она по кадеткам была, а сейчас уже и по молодежи. Конечно, шаг вперед есть, но рады этому. Немножко неудачно выступила на чемпионате России. Ну, так, жеребевка, скорее всего, неудачно сложилась. Ну, думаю, у нее еще все впереди. Молодая, очень трудолюбивая девчонка, с ней очень легко. Тренер Виктории говорит о чемпионате мира в Финляндии. Оттуда представительница дагестанской школы совсем недавно принесла бронзовую медаль. И Нью-Йорка выступала в весовой категории до 55 килограммов. За выход в финал я проиграла 4-3. Мне опять одна бумага не хватило до выхода в финал. Ну, что делается все куча. Побывав в дагестанской школе женской борьбы и пообщавшись с самой яркой ее представительницей, я пришла к мысли, что хочу задать такой вопрос. Виктория, как же мне защититься такой хрупкой, довольно хрупкой девушке в непредвиденной ситуации? Допустим, ночью за мной идет бор. Как-то вот так. С ножиком. Я хватаю за кисть, вторую руку под мышку. Эту ногу я сжигаю между ног. Подавляю. Да, вору не повезет. В такой ситуации не повезет вору. Это очевидно. Ведь силой и выносливостью, присущей Виктории Ваулиной, мы смело можем надеяться на успех девушки на ковре. Хадижа Курбанова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были главные события уходящей недели. Ну а я с пожеланиями вам хороших выходных, кругу родных и любимых людей прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире нашего телеканала. Редактор субтитров А.Семкин